В предыдущей серии Ты должна быть всегда рядом с ним Заботься о нем Не покидай его Я не могу сказать ей правду Вы ее любите И она должна все узнать Откройте ей правду Это необходимо Я хочу твоей любви и доверия Будь со мной откровенна Чтобы я знал о твоих чувствах Больше всего на свете Я хочу ребенка Ты хотела узнать Что не успел сказать твой отец Перед смертью Настало время Ты услышишь правду Компания Америка Продукционес Представляет Производство Хосе Крусилия Анна Кольчера Кристиан Мейер А также Тедди Гусман Нэнси Гонсалес Яхайра Орта Хавьер Эчевария Сантьяго Махиль Пол Мартин и Хулиан Легаспи В сериале Изабелла Сюжет Мануэля Карлоса Автор сценария Анна Монтес При участии Марицы Киршхаусен Луиса Филиппе Альварадо Эмилия Густаманте И Альфонса Сантистебана Фильмы снимались Риналдо Аренас William Taylor Rafael Bezaccia Элиде Бреро Елена Карион Antonio Dulcedes Carlos Rosel Gladys Hermosa А также Regina Alcover Ricky Toso Ricardo Fernández Hernан Romero Jesús de Lavoe Javier Valdes y Lucía Irurita Художник по костюмам Карлос Пассано Художник Гильермо Иса No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz Tan como soy Soy así Como soy Con mi forma de aclarar Propositor Jorge Tafur Y Cristian Montoya Operaтор Rafael Ruiz Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Yo soy una mujer Ruben Gerbasi Y Eduardo Masías Producer Rodolfo Opte Baja No le temo al cease No se como Como empezar Ay Tan tan difícil Tan Mami You No 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 Freedom No 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 Нет, нет, дочка. Мне нужно тебе объяснить, почему я мучаюсь. И почему не могу простить твоего отца. Когда мы поженились, я его любила. Моя любовь была чистой. Мое чувство не угасало. Хотя были проблемы и в нашем браке. Но накануне своей смерти он открыл мне страшную правду. Дочка. У него была другая женщина. Мама. Мама. Прости меня. Это тяжело. Теперь я тебя понимаю. Мне так жаль. Не говори. Не говори больше ничего. И если сердце ищет утешение, оно найдет свет любви. Нет, это звучит смешно. Беда миновала. Но остались шрамы. Я тебя искал. Мне нужно было поговорить. Так сложно понять женскую душу. Ты бы помогла. Но теперь все в порядке. Надеюсь, что так. Не буду задавать вопросы. Главное, что ты больше не страдаешь. Нет. Уже нет. А ты? Как дела? Не думаю, что нам стоит говорить о Патрисии. Что с ней? Я была у нее. Ей плохо. Очень плохо. Ее мир это одиночество. Никто ее не понимает. Даже родители не пытаются ее поддержать. Она одна на свете. Понимаю. Она твоя подруга. Теперь, когда мы с Кларой наконец помирились, я жалею, что был груб с Патрисией. Мне ее жаль. Хочется узнать, что случилось. Вчера мы не смогли поговорить. Конечно, не смогли. Я была с мужем. Ты же не собираешься мешать нам ночью? Не знаю, что произошло. Но меня заботит только твое счастье. Эта фразу я слышу с тех пор, как вы с мамой сказали мне ужасную правду. Леандра, это моя жизнь. Оставь меня. Я хочу побыть одна. Я хочу побыть одна. ты умираешь от любопытства. Успокойся. Я рожу Фернандо сына. Он так мечтает об этом. Увидишь, у вас появятся дети, и ты забудешь все огорчения. Рождение ребенка все оправдает. Мне противно слышать это от тебя. Я хочу побыть одна. Сначала были автомобили. Все сходили по ним с ума. Теперь аэропланы. И все от них в восторге. По крайней мере, на автомобилях есть название фирмы. А на аэропланах нет. Я не понимаю, когда муж говорит о них. А ты, Клара? Тебе нравятся аэропланы? Почему ты молчишь? Аэропланы мне неинтересны. Я любуюсь небом. Чудные краски. Нам уже пора. Пойдем. Как посадка? Хорошо. Когда выпустят новую модель? В следующем году. Хочешь купить Фернандо? А почему бы и нет? Можешь создать воздушный флот. Я об этом думал. Это будущее. Извините. Скучаешь? Нет. Главное, ты доволен. Да. Взгляну на новый аэроплан. Я скоро. Синьора де Альвиар. Синьора, я из журнала Высший Свет. Вы можете дать нам интервью? С удовольствием. Ваша свадьба с Фернандо де Альвиаром стала важным событием в жизни общества. Расскажите о вашей жизни. У нас все хорошо. Надеюсь, синьор де Альвиар нашел себе достойную пару. Ждете прибавления? Пока нет. Но я хочу стать матерью. Я сделаю фото. Вкусно. Сбор винограда почти завершен. Как летит время? Пора залечить старые раны. Вижу, ты стала веселее. Да. Мама мне все рассказала. Это помогло. Как я рад. Теперь она успокоится. И ты тоже. Падре, я узнала, что у отца была другая женщина. Но я не могу его судить. Это все, что ты узнала? Да. Разве этого недостаточно? Да, верно. Ты права. Исабелла, давай, помогай. Простите, падре. Конечно, иди. Тебе надоели все эти аэропланы. А ты устал от гостей. Нет. Ведь мы вместе. Да, и мы любим. Я приму душ. Иди, я догоню. Я рада, что у вас все наладилось. Мне все равно, что тебя радует. Знаю. По многим вопросам мы не найдем общий язык. Особенно, говоря о чувствах. Но в одном мы с тобой едины. Речь идет о будущем ребенке. Завтра ты едешь на прием к доктору Расселлю. Курс лечения завершен. И ты сможешь порадовать своего мужа. Все должно получиться. Иначе нельзя. Пропал аппетит, Дон Рафаэль. Нет, Доня Рассари. Но вчера я немного перебрал. Очень жаль. Нам прислали удивительно вкусную свинину. Не волнуйтесь. Возьмете с собой бутерброд. Спасибо, Изабелла. Спасибо. Падре. Вот хорошо. Позатракаете? Нет, благодарю. Я не буду. Рассари, нам предстоит серьезный разговор. Фернандо, никому ничего не говори. Поклянись. Хорошо, клянусь. Клара поехала за результатами анализов. Похоже, твоя жена беременна. Алло, Фернандо, слышишь? Ответь. Опять неудача с ней. Что это значит? Она не беременна. Но меня беспокоит не это. Я изучил результаты других тестов. И что? Что вы узнали? Вероятно, вы не сможете зачать. Это невозможно. Тяжелое известие, но это так. У меня опыт. Прошлый раз вы считали, что она беременна. Вы можете снова ошибаться. Это разные вещи. Я не утверждал, а только предполагал. Теперь все стало ясно. Клара здоровая женщина. Я в этом не сомневаюсь. Но по последним результатам я вижу, что синьора бесплодна. Это ошибка. Замолчили, Андро. Доктор все объяснил. Не отчаивайтесь, синьора. Есть новые методы. Мы их испробуем. Спасибо, что приняли. Я с вами свяжусь. И сообщу свое решение. Росария. Чего ты добилась, сказав полуправду? Теперь я забыла, успокоилась. И больше ни о чем меня не спросит. Она должна узнать правду. Раскрой тайну. Ты на ложном пути. Нельзя управлять судьбой. Ей все ясно, падре. Она не задает вопросов. Она ничего не знает. Ты лишила ее этого права. Хватит, падре. Вы не понимаете. Она узнала, что у отца была... ...другая женщина. Ей тяжело. Если я скажу, что я не ее мать, что будет? Ради бога. Прости, моя смелость, но это грех. Падре. Это так? Нет. Ты думаешь не об Изабеле. Только о ней. Да. И еще о себе. Я знал. Тебя ослепил эгоизм. Называйте как угодно. А раньше кто-нибудь беспокоился обо мне? Нет. Никто. Никто не считал, что у меня тоже есть чувства. Может, я кажусь эгоисткой, и бог не простит меня. Но сейчас я решаю. И я думаю о себе. Да. Мое сердце разорвется, если Изабелла узнает, что я не ее мать. Ой, падре, кому нужна правда? Я вижу, что моя дочь повеселела, и мне стало легче. Ни Доня Гертрудис, ни Андрес не могут мне помешать. И я не изменю решение. Клара, прошу успокойся. Этот врач ничего не понимает. Уверена, он ошибся. Думаю, это логичное продолжение моего пути. Я не рожу ребенка, потому что... Мое тело отравлено. Моя кровь заражена ложью. Нет, дочка. Я тебе не дочь. Со мной все кончено. Да. Это наказание за обман, в котором я живу. На мне лежит проклятие. И ты в этом виновата. Можешь винить меня. Во всем. Ну, прошу тебя. Ничего не говори, Фернандо. Не все потеряно. Есть еще возможность все исправить. Я не буду лгать. Довольно. Хватит. Изабелла! Куда ты идешь? Навестить детей. Эти дети. Такие милые. Если так пойдет, придется открыть детский дом. А почему бы и нет? И может быть новую школу? Хорошо бы. Изабелла, а как твоя мама? Ей гораздо лучше. Мы поговорили, и ей стало легче. Прости. Росария тебе сказала? Да. Пожалуйста, не будем это обсуждать. Знаете, я хотела спросить. Вы ведь привязаны к моей маме. Да? Правда? Ну, я испытываю к твоей маме уважение. Большое уважение. Она одна. Вернее, она осталась одна. Ей нужен друг. Чтобы было с кем... ...говорить. ...и кого слушать. Это хорошо. Благодарю за то, что вы делаете для нее и для меня. Пора к детям. До свидания, Росария. Всего доброго. Этот падре... В чем дело? Как трудно разговаривать с этим священником. Упрекал меня за то, что я не открылась изабелле. Но она знает? Нет. Только часть правды. Что у ее отца была другая женщина. Дон Рафаэль. Прошу, помогите мне. Ладно? Храните тайну. Ничего ей не говорите. Не волнуйтесь. Можете положиться на меня. Я никогда не открою правду. Если вы сами меня не попросите. Почему их до сих пор нет? Успокойся. Я тоже волнуюсь. Вот они. Клара, извини. Фернандо узнал о твоем визите к врачу. И ему не терпится услышать новости. Клара, что сказал врач? Это ужасно. Не знаю, что делать. В чем дело? Что ужасно? Ты должен узнать всю правду. Клара. Клара. Почему ты плачешь? Что ты хотела сказать? Какую правду? Ты такой добрый. Все делаешь ради меня. Поэтому ты плачешь? Ты готов отдать все. А я не могу выполнить твое желание. Родить тебе ребенка. Доктор сказал, что мой случай очень сложный. Клара, почему ты так страдаешь? Ты вылечишься? Мы снова попробуем? Наша жизнь началась совсем недавно. Все еще впереди. У нас с тобой еще будут дети. Ты меня не понял. Все указывает на то, что я бесплодна. Ясно? У меня не будет детей. Это невыносимо. Леандра, объясни мне, что случилось? Почему Клара в таком состоянии? Я очень люблю сеньору Клару и соблюдаю ее интересы. Я не могу обмануть ее доверие. Ты не понимаешь. Мои нервы на пределе. Ваш брат вам все объяснит. Сеньора Виктория, машина готова. Хорошо, спасибо. Скоро вернусь. Надеюсь, все обойдется. Дорога. Дорога. Дочка. Не совершай ошибку. Если Фернандо узнает тайну, он станет тебя презирать. Боже, помоги мне Не позволь гневу затмить все остальные чувства Сохрани ли я счастье Не дай демону тебя ослепить, Лара По-моему, мы слишком торопимся Твой диагноз еще не окончательный Ты родишь меня ребенка Если надо ждать, я согласен, поверь мне У нас вся жизнь впереди Откуда столько сострадания? Нет, Лара, нет Я чувствую не сострадание Если бы ты меня возненавидел, я бы призналась Я бы сказала правду Всю Что ты хочешь мне сказать? Клара Настало время поговорить на чистоту Не хочу тебя огорчать Но я должна сознаться Что я несчастлива Иногда Я готова умереть Чтобы заглушить боль Да, Фернандо Пусть меня не будет Зато ты перестанешь страдать Клара, нет Потерять тебя хуже смерти Я отдам за тебя жизнь Ради тебя Я живу Дышу Ребенок родится Когда Бог пожелает Очень скоро Я в этом уверен Я живу Девушки отдыхают Пыталась повеситься Украла пояс у медсестры И вот... Ой, прошу, не надо Не могу это слушать Пожалуйста, поговорите с ней Это ее отвлечет Я считаю, что визиты ее родных были бы очень полезны Ее родители только присылают деньги Понимаю Патрисия Виктория Как я рада тебя видеть Проходи, садись Можешь снять пупсли Мой Фернандо немного задерживается Сегодня я купила китайскую вазу Знаешь, это никуда не годится Ты так давно у нас не появлялась Не буду тебя упрекать У моего Фернандо самая лучшая сестра Очень скоро я рожу ребенка Ты станешь баловарь нашего малыша Знаю Наш сын будет похож на Фернандо Точная копия Ваш ужин, сеньор Унесите Не хочу есть Как угодно Отнесу сеньоре ужин в спальню Нет, не надо Клара в башне Там ее любимое место уединения Я думала, у вас теперь все в порядке Я тоже так считал Но ей вдруг захотелось побыть одной Порой ее не понять Надеюсь, вы проявите такт и терпение Терпение? Разве найдется другой такой муж? Я все время прощаю Разве этого недостаточно? Ответь Простите Не хотела вас оскорбить Извини, Леандра Я сам не знаю, в чем дело Клара Мне все рассказала Ей нужно попробовать Другое лечение Я подожду Наука Не стоит на месте Я сделаю все возможное Чтобы у нас родился ребенок Леандра Ты ее хорошо знаешь Как мне сделать Ее счастливой? Странный вопрос Клара счастлива Она вас любит? Она отдаляется Мне иногда кажется Что она там Где мне ее не найти Ну, например, сегодня Мы поговорили И вдруг она решила Что будет спать в башне Что это значит? Леандра Пожалуйста, помоги Поддержи Клару Пусть она соберется с силами Не впадает в отчаяние Преодолеет страхи Один я не справлюсь Ты давно рядом с ней А я все еще Чужой для нее Боюсь, я этого Не выдержу Не выдержу Я все сделаю для вашего счастья Спасибо, Леандра Я на тебя полагаюсь Может, Клара права И пара раскрыть Паса Папа Я узнала твою тайну Конечно Мне было больно Но особенно Особенно тяжело маме Ей трудно тебя простить Ты повышена ее сил Я постараюсь Я постараюсь ее утешить Я Я бы Я бы хотела задать много вопросов На них никто не ответит Теперь я знаю, что ты собирался сказать мне перед смертью Верно? Но почему? Почему именно мне? Я не смею тебя судить Надеюсь Бог уже простил тебя А я хочу хранить память о тебе Память О любящем отце Папа Я продолжаю борьбу Чтобы сохранить Сохранить то, что ты создал Чего добился Наш дом и семья Я не дам их разрушить Ни за что на свете Обещаю тебе Клянусь Я тебя не предам Доктор, мне вас порекомендовали Ваше мнение? Пока ничего не обещаю Но есть шанс Я знал женщин с подобным диагнозом Которые стали матерями Значит Я приму вашу супругу И все проверю Не все мои коллеги Знакомы с новыми методами Которые я изучил в Европе Это достижения медицины Которые уже дают Хорошие результаты У вас есть надежда? В общем, да Есть надежда Но лечение дорогое Для меня деньги не проблема Чудесно Я тебя люблю Эта красота Несравнима с тобой? Ты просто ангел Нет Надеюсь, я подарю тебе ребенка Я этого так хочу А я хочу Выполнять твои желания Знаешь Дом на Лазурном берегу Теперь наш Вы с твоей мамой Мечтали об этом? И скоро мы туда поедем С нашим ребенком Мама бы обрадовалась Что все Сбылось Для нас Наше будущее И наше счастье Субтитры сделал DimaTorzok Прошел год Прошел год Леандра Закариас вывел машину Ждет у подъезда Никогда так не нервничала И так не торопилась На прием к врачу Позволь поехать с тобой, дочка Не зови меня дочкой Извини Зачем ты едешь одна? Это деликатное дело Да? Но тебя оно не касается Целый год лечения Наконец завершен Я узнаю Могу ли родить Фернандо ребенка Мама была бы счастлива Ребенок всегда радость Даже когда страдаешь Ты всегда говоришь о страдании Стоишь со скорбным лицом И поучаешь меня Надоело Мне пора Можно я поеду с тобой? Я же сказала Нет Мама знает Марианна пошла к ней Дон Рафаэль на улице Надо торопиться Падро Рубен нас ждет Уже прошел год Со смерти дона Андреса Иногда я забываю Что его уже нет И тогда я думаю Что найду его сидящим В кресле с книгой Или в конюшне с лошадьми Родные никогда нас не покидают Оберегают нас Защищают Как ангелы-хранители Как призраки Доня Росарио беседует с ним Как будто он жив Вдруг он появится Фелисита Перестань Мертвые там Куда их забрал Бог Как? Вы еще не готовы? Падро Рубен Нетерпелив Он будет в ярости Дони Росария нет Марианна пошла к ней Я все узнаю Где мама? Она не едет Как это? Дева Мария Будет месса в честь папы Она больна? Нет Она сказала, что здорова Но она не поедет Почему? Потому что за год я ничего не забыла Я не еду И не настаивайте Понятно? Я хочу за него молиться Я бы хотел говорить с супругом Лучше без него Он узнает потом Ну и в этих случаях Лучше приходить с рода Доктор В чем дело? Сенера Я провел тщательные исследования И лечение Мы с вами соблюдали Строгие правила И следовали рекомендациям Новый методик Я пришла за ответом Говорите В моей клинике Такой же курс лечения Как и в клиниках Парижа и Лондона Именно в этих городах Разработан новый метод Даже там Вы бы неизменно получили Такой же результат Какой результат? Вы сведете меня с ума Могу ли я иметь детей? Сеньора де Альвеар Мне жаль Скажите мне прямо Простите, сеньора Но у вас не будет детей Фильм переведен и озвучен Компании Интра Коммуникейшнс 2002 год Сеньора Сеньора No sé Si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Субтитры создавал DimaTorzok